В этом году через морской порт Ак-То перевалено порядка 350 тысяч тонн зерна, из них 200 тысяч при помощи зернового терминала. Всего же портовики планируют отправить морем на экспорт около 500 тысяч тонн зерновых. Между тем рекордный урожай этого года создает целый ряд проблем с хранением и сбытом. Производители стремятся как можно быстрее продать урожай и получить прибыль. Однако мощности единственного казахстанского порта оказались не готовы к такому наполову клиента. Подробную ситуацию расскажет Денис Онищенко. Руководство морского порта Ак-То принимает все возможные меры для обеспечения приоритетной отгрузки экспортного зерна. На сегодня в зерновом терминале в ожидании отправки находится свыше 20 тысяч тонн зерна. Его проектная мощность составляет всего 50 тысяч тонн в месяц. Все отгрузки осуществляются по заранее составленному плану. Тем же зернотрейдерам, которые требуют обеспечить перевозку здесь и сейчас, предприятие вынуждено отказывать. Мы хотели бы попросить наших потенциальных клиентов отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и по мере освобождения мощностей мы, безусловно, примем все зависящие от нас меры для обработки грузов. Ряд грузоотправителей уже приняли соответствующие меры и надлежащие отреагировали. Треть всего зерна отправляется при помощи паромного железнодорожного терминала. Основными маршрутами экспорта являются Иран, Азербайджан. Кроме того, зерно отправляется в Грецию, Турцию и Болгарию. Сегодня море можно отправить лишь в 30-ую часть казахстанского урожая зерновых этого года. Мы работаем круглые сутки. Мы выполняем постовую задачу. Терминал больше 50 тысяч тонн перевалить не может. А на ноябрь месяц железная дорога уже приняла 98 тысяч тонн заявки. Мы понимаем эту озабоченность и еще раз хочу сказать, что принимаем все усилия, чтобы перевалить этот объем зерна. Порт пытается решить неожиданно возникшую проблему при помощи отправки зерна через открытые складские помещения. Ряд грузоотправителей даже рассматривает возможность отгрузки зерна в бигбегах, больших мешках, весом до одной тонны. Руководство зернового терминала обратилось за помощью к национальной морской судоходной компании «Казмор Транспорт». Они уже сейчас взяли в аренду несколько кораблей пятитысячников, которые будут вывозить. Да, они уже идут сюда. Эти корабли идут с Ленинграда, идут с ОЗО. Они взяли на целый год в аренду, чтобы поддержать экспорт, чтобы никаких простоев у нас здесь не было. В будущем подобные проблемы поможет избежать новый зерновой терминал мощностью до 1 миллиона тонн. Его планируется построить в северной части расширяемого порта. Денис Анищенко, Ренат Дусалиев, Агентство Хабары, Изактау.